Приветствую, друзья! С вами Протакси. Сегодня хотел бы поднять вопрос относительно МАДИ. Что такое вообще это МАДИ? Стоит ли бояться МАДИ? Как общаться с МАДИшниками? Чтобы это понять, для начала обратимся к поисковику. И просто набираем в Яндексе или в Гугле, неважно, слово, вернее, буква сочетания МАДИ. Первая ссылка у нас ведет на Московский автодорожный институт, это явно мимо. Вторая ссылка ведет на Московскую административную дорожную инспекцию. Кликаем по этой ссылке и попадаем на сайт мэра Москвы. Вот я смотрю, первый раздел, который нам интересен, это раздел об инспекции. Там написано, как устроиться в эту инспекцию на работу, как оплатить штраф, основные направления деятельности и прочее. Нет ни одного слова о том, что собой эта служба представляет. Но есть ссылка на положение об инспекции. Нам повезло. Кликаем по ссылке положение об инспекции, и открывается документ, озаглавленный как приложение к постановлению правительства Москвы от 14.10.2013 номер 679 ПП. Сразу отметим, что это постановление правительства, это незаконно, это подзаконный акт субъекта Российской Федерации. И этот факт надо запомнить, он нам пригодится, потому что подзаконные акты, такие как постановление правительства Российской Федерации, они в иерархии находятся гораздо ниже федерального закона, коим, например, являются правила дорожного движения. И, соответственно, не могут противоречить, никакие подзаконные акты противоречить федеральному закону. Давайте почитаем, что это за документ. Значит, общие положения ясности не вносят. Вопрос, для чего была создана служба. Поэтому читаем дальше. Сразу в раздел «Полномочия инспекции». Там написано, я сделаю одно важное замечание, кстати, «Полномочия не являются правами». То есть, когда говорят, что у тебя есть полномочия, это еще не значит, что у тебя есть соответствующие права. Я зачитаю даже. «Полномочия – это направление, то есть сфера деятельности, где субъект может реализовывать свои права и обязанности. То есть для того, чтобы реализовать эти самые полномочия, нужно обладать еще соответствующими правами. А вот тут-то у МАДИ не все гладко. Но вернемся к полномочиям. Читаем пункт 4.4. Он дает полномочия проверять юридические лица и индивидуальных предпринимателей в среде перевозок пассажиров и багажа легковым такси. То есть МАДИ уполномочено проверять ООО и индивидуальных предпринимателей, занимающихся таксомоторными перевозками. Но, чтобы обладать определенными правами, значит, чтобы реализовать полномочия, надо обладать определенными правами и обязанностями. И только в рамках этих прав и обязанностей реализовывать свои полномочия. То есть, блин, обращу внимание еще раз, быть уполномоченным и иметь право – это абсолютно разные вещи. Переходим в раздел «Права инспекции», раз уж мы заговорили о правах. Читаем пункт 5. «В целях осуществления полномочий инспекция имеет право» Значит, и далее пункт 5.1 Запрашивать в установленном порядке от различных органов исполнительной власти и так далее, значит, а также от физических лиц информацию, необходимую для реализации полномочий. Запрашивать от юрлиц, от физлиц, но запрашивать информацию, необходимую для реализации полномочий. Причем запрашивать в установленном порядке. А кем и как вообще, какой порядок установлен, не сказано. И еще обращу внимание на главное. Здесь прямо написано, читаем, инспекция. То есть, именно инспекция имеет право запрашивать. Но, не конкретный инспектор. Это, опять же, разные вещи. Про конкретного инспектора скажу позже. Тоже важно. Но, сама инспекция не имеет права требовать у вас документы. Может только запросить информацию у вас, как у физлица. Но не может требовать каких-то документов. Посмотрите вот этот раздел внимательно сами. Там вообще нет ничего про право истребовать документы. Это только информация. То есть, никаких путевых листов, ни свидетельства на регистрацию транспортного средства, ни водительского удостоверения, никаких прочих бумаг. Только информация. То есть, они задали вам вопрос, вы на него ответили. И на этом все. А права их исчерпаны. Теперь, а разница между инспекцией имеет право и конкретный инспектор имеет право? Инспекция это организация. Инспектор является сотрудником организации. То есть, инспекция имеет право у вас запрашивать информацию. Но для того, чтобы таким правом обладал инспектор, это право у него должно появиться. То есть, у инспектора, по идее, должна быть доверенность от инспекции, как от организации, как от юридического лица, на представление ее интересов, в том числе на право запрашивать у вас информацию. Инспекция может, а инспектор нет. Это как сотрудник ТСЖ какого-нибудь или управляющей компании вашей. То есть, да, управляющая компания имеет право что-то с вас требовать, а конкретный сотрудник не имеет, если у него нет на это соответствующих прав. В частности, доверенность. Теперь далее. Смотрим, кто же вообще без доверенности имеет право от имени инспекции у вас что-либо требовать, какую-либо информацию. В пункте 8.10 видно, что это начальник инспекции. То есть, от имени инспекции вас может спросить, спросить о чем-то. Только начальник. Остальные служащие обязаны предоставить вам на обозрение документ, который подтверждает эти права. Конкретно доверенность, нет доверенности. Смело посылайте это инспектора подальше. Значит, что делать, если он машет, например, служебным удостоверением? Дело в том, что в каждой организации есть свое положение о служебных удостоверениях. Такое положение конкретно для инспекции вот этой МАДИ мне найти не удалось. А общефедерального какого-то положения о служебных удостоверениях просто не существует. Поэтому служебное удостоверение инспектора МАДИ, там он предъявляет вам корочку, ничем не отличается от служебного удостоверения, я не знаю, председателя вашего садового товарищества. Это внутренний документ. Фактически это пропуск на работу. Фактически это документ, который позволяет ему в рамках организации реализовывать какие-то свои полномочия. Но именно в рамках организации, то есть не вне этих рамок, вы не сотрудник организации. И на вас чары этого служебного удостоверения ну никак не должны действовать. Я даже нашел, что же имеют право все-таки сотрудники МАДИ. Вы почитайте этот документ, значит, зайдите на сайт мэра Москвы. Значит, в пункте 10.1 указаны права сотрудников МАДИ. Читаем. Сотрудники МАДИ имеют право ношения форменной одежды. И все. Это единственные права, которые есть у сотрудников МАДИ. Значит, что такое вообще МАДИ? Мы же так и не приблизились к этому. Читаем пункт 10 положения ОМАДИ. И там написано, что инспекция является юридическим лицом, имеет бланки, штампы, лицевые счета. Ну, то есть это обычное юридическое лицо. Название и юридический адрес этого юридического лица закреплены в пунктах 14 и 15. Возьмем оттуда название и адрес и зайдем в ЕГРИУЛ. Я взял выписку значит, из ЕГРИУЛ. Сейчас я вам сделаю скриншотик. Значит, смотрим в АКВЭДы и находим, что там один вид деятельности. Деятельность органов государственной власти субъектов федерации. То есть в принципе это соответствует фактической деятельности МАДИ. Они помогают правительству Москвы в рамках установленных этим положением об инспекции полномочий, но фактически на правах общественного движения или вообще любого гражданина. То есть они имеют право увидев нарушение административного кодекса об административных правонарушениях зафиксировать его и обратиться в соответствующие органы для того, чтобы за эти нарушения вас каким-то образом наказать. Ну, например, обратиться в ГИБДД с заявлением о том, что вот вы конкретно там что-то нарушили, припарковались, не там, и уже ГИБДД должно вынести постановление, выписать протокол и направить вас дальше там, например, в суд, если вы не согласны, для того, чтобы вы оспорили там этот штраф, то есть для того, чтобы на вас наложить штраф. Если согласны, ну, вы можете оплатить штраф, выписанный именно сотрудниками ГИБДД, они имеют на это право. То есть, еще раз, МАДИ имеет право сфотографировать нарушение, сообщить в ГИБДД и потребовать, кстати, от них составить протокол. Далее, получить от ГИБДД этот протокол, получить данные вашего водительского удостоверения, ваши паспортные данные, данные вашего автомобиля и далее направить уже в администрацию Москвы для того, чтобы там специальная административная комиссия возбудила дело об административном правонарушении и вас значит, там, оштрафовали. То есть, задерживать вас или автомобиль модишники абсолютно никакого права не имеют и сами составлять никакого права тоже не имеют протокол. Я в процессе подготовки материала наткнулся на определенном каком-то сайте там, юридическом значит, на забавный ответ некого юриста Елсукова Романа на вопрос имеют ли право модишники составить протокол. И этот Елсуков Роман сослался на пункт 4.2.2 значит, я скриншотик наверное приложу в котором написано о составлении протоколов об административных правонарушениях принятии мер обеспечения производства по делам административных правонарушениях рассмотрений дел об административных правонарушениях и привлечения к административной ответственности. Прямо так написано О составлении. То есть явно что-то пропущено. Давайте вчитаемся в текст на сайте мэра Москвы. Там сказано, принимают решение о возбуждении дел об административных правонарушениях. То есть не штрафуют, а принимают решение о возбуждении дела. А какое наказание вам будет назначено, это уже решает, собственно говоря, не МАДИ. Это решает то полномочия, а то орган. Ну, например, суд. Таким образом, данные для направления в суд все равно МАДИшникам придется брать у ГИБДД. И уже на основании этих данных возбуждать дело об административном правонарушении. Точнее, принимать решение о возбуждении. Как происходит на практике? На практике происходит следующим образом. Вас останавливает сотрудник ГАИ, ГИБДД, пардон. Рядом где-то там пасутся МАДИшники. Сотрудник ГИБДД проверяет у вас документы, находит какие-то там признаки какого-то правонарушения, а потом передает эти документы МАДИшнику. И это незаконно. То есть остановить вас инспектор ГАИ может законно. Обнаружить признаки правонарушения законно. А вот задержать машину, передать документы, вернее, задержать машину позже вернется, передать документы МАДИшнику незаконно. В таком случае инспектор превышает свои должностные полномочия. Согласно положении МАДИ, сотрудник ГИБДД должен передать лишь информацию о вас. То есть составленный протокол с указанием данных, транспортного средства, ваших данных водительского удостоверения, но не оригинала документов. Это будет превышением должностных полномочий. Если сотрудник ГАИ вас вот таким образом остановил, и вы рядом видите по суд самодержники, вы ему сразу скажите, что если вы передадите документы, то вы превысьте свои должностные полномочия. И через суд легко вылетите с работы. Значит, теперь по поводу задержания транспортного средства. Насколько я видел в роликах, машины эвакуируют вообще только на счет раз. Давайте посмотрим. Задержание транспортного средства, эвакуация, может быть осуществлено только в случаях, предусмотренных статьей 27.13 КОАП РФ. И причем только в случаях, если невозможно на месте устранение причины задержания. Ну, то есть, если вы перевозите пассажиров, не являясь официальным такси, то достаточно высадить пассажиров, и причина задержания, она исчезнет. И машину вашу задержать больше не имеют права. Теперь далее. Кто же принимает решение о задержании машины? Опять же, согласно 27.13 КОАП, решение о задержании транспортного средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях. В положении АМАДИ они даже неуполномочены составлять такие протоколы. А сотрудник ГАИ уполномочен. Поэтому ГАИшник может составить такой протокол. АМАДИшник нет. Но опять же, даже если ГАИшник хочет составить протокол, вы высадили пассажиров, все, к вам больше претензий нет. Причина задержания устранена. Штраф вы получите. Но эвакуации машины не будет. Есть исключения, там же прописано. На всякий случай их проштудируем. Вдруг это наш случай. В определенных случаях машину могут задержать до уплаты административного штрафа. Но только в случае, если машина собирается выехать за пределы Российской Федерации и касается оба этих случая исключительно международных автомобильных перевозок, коими перевозки легковым такси явно не являются. Что касается нарушения правил перевоза пассажиров и багажа легковым такси, там другая статья 11.14.1. И этой статьей не предусмотрена эвакуация транспортного средства. Ни в самой этой статье, ни в статье 27.13. Нет эвакуации за нарушение правил перевоза пассажиров и багажа легковым такси. Штраф 1000 рублей. Но если вы имеете все признаки такси, у вас оклеена машина, у вас стоит шашка, у вас там есть лицензия, например, но отсутствует путевой лист, тут тоже на счет раз вдруг начинают эвакуировать машины. Давайте почитаем. Штраф 500 рублей. За такое нарушение. Но ссылаются на 27.3. Коап пытается эвакуировать, потому что там указана статья 12.3. Как раз она касается вас. Но если почитать внимательней, там конкретно эвакуация предусмотрена только за часть первой статьи 12.3. Управление автомобилем без регистрационных документов. То есть если у вас нет с собой свидетельства о постановке транспортного средства на учет, вас эвакуируют. Ну при условии, конечно, что вы не устраните причину задержания, то есть вам кто-то резко не привезет это свидетельство. Пластик на машину. А в остальных случаях только штраф. Эвакуация не предусмотрена законодательством Российской Федерации. Давайте подытожим. Значит, МАДИ не имеет права вас даже остановить. Не имеет права сама наложить штраф. Не имеет права получить из рук ГИБДДшника оригиналы ваших документов. И уж тем более не имеет права задерживать ваш автомобиль. Максимум, что они могут сделать, это попросить ГИБДД составить протокол и оштрафовать вас на 500 или 1000 рублей в зависимости от того, по какой статье. то есть за отсутствие путевого листа 500, за перевозку пассажиров, там, если вы не имеете разрешения, там, 1000. Есть плохие новости во всем этом. Учитывая общественный резонанс, поднятый различными блогерами, не хватает одного маленького нюанса. Это внести в ПДД поправки, которые позволят МАДИ проверять ваши документы. И, скорее всего, такие поправки будут внесены. А также будут внесены изменения в положении МАДИ о том, что они имеют право, например, задерживать транспортное средство или составлять протокол. Но пока таких поправок нет. Если вас останавливает МАДИшник или останавливает ГАИшник, рядом МАДИшник, вы ГАИшнику предъявляете все. Далее, если к вам обращается сотрудник МАДИ, вы вежливо ему отказываете в предоставлении каких-либо документов и уезжаете. Никаких санкций за то, что вы уехали от МАДИ, законом тоже не предусмотрено. Такие дела. Не дайте себя обмануть. До встречи.